Что нужно делать, чтобы стать счастливым? Существует ли настоящая любовь? Как обрести гармонию с собой и добиться признания? Мы часто задумываемся над этими вопросами. Хоть они и философские, на них есть ответы. Их дает писатель и проповедник Александр Хакимов. Он приехал в Новосибирск с лекцией «10 секретов успешной жизни» и собрал полный зал. Команда РБК встретилась с Александром Геннадьевичем, чтобы узнать, в чем успех и как его добиться. Секретов много, но если обобщить все, то это тема наука взаимоотношений. Утраченное знание считается сегодня потерянное. Мы видим, как трудно сейчас с людям общаться друг с другом, в семьях, даже внутри себя. Много непонятного происходит, неожиданного. Судьбы наши строятся как-то непредвиденно. Не управляем жизнью своей. Это будет тема взаимоотношений. Взаимоотношения с собой, с близкими людьми, с окружающим миром. Через профессию, через наши какие-то цели, через понимание абсолюта. Тема будет очень грандиозная, большая. Скажите, вот эти взаимоотношения, они же всегда начинаются с себя? Это, наверное, самый главный такой тезис? Да, сначала познай себя, а потом открывается все остальное. Давайте на этом немножко сделаем акцент. С чего нужно начинать узнавать себя? Да, сначала нужно выяснить, что же нам мешает понять себя. Кто? Есть ли кто-то или что-то? И говорится, что я сам себе и мешаю. Вот это вот здесь лишняя наша составляющая, ложная составляющая. С ней нужно разобраться. Называется эгоизмом или жадностью, то есть какие-то пороки. Есть человеки в каждом. Я не знаю, как вы, но я все чувствую, что есть вот эти вот энергии, да, негативные энергии, которые нужно устранить. Я лично понимаю, что они лишние вещи. То есть много лишнего мы делаем, много бесполезного или неполезного, даже вредного можем делать на основании этих пороков. Нужно контролировать эту часть. Вот эта наука себя начинается с самоконтроля. Я хозяин себя, то есть я устраняю свои негативные, задепорочные тенденции, работаю над собой. У меня есть жизнь для этого. Эта жизнь уже устроена, эта жизнь в себе, в обществе. Ты должен понимать, что я должен быть позитивен, полезным семье, обществу, в целом, всему живому существу, каждому живому существу. Это уже великое такое сознание, уровень, там, великие есть такие личности, которые думают о благе каждого живого существа. Но вот мы идем вот в эту сторону, на козы в отношениях. Если говорить про успех, он же разный, например, для бизнесменов, для домохозяек? Нет, успех – это счастье. Так все просто? А внешние вещи могут быть разные. Это зависит уже от природы человека. Кто-то бизнесмен, кто-то простой рабочий, кто-то учитель, кто-то военный. Это призвание, это природа человека. Она разная может быть. А цель одна – счастье. Счастье, взаимоотношения. Когда все это правильно взаимодействует, люди должны быть очень-очень счастливы. Александр, хочется узнать, как вы к этому пришли. Расскажите про свой путь. Я уверена, он интересный. Через счастье, да, все начинается с того, что мы чувствуем счастье. И вот туда мы и пойдем, верно же? Там, где счастье, там. А от несчастья убегаем. А мы сейчас так устроены. Вот нужно просто теперь понять, что же такое настоящее счастье. А то как получается? Влюбились, пролинились, развились. А как получилось? Вроде же были счастливы, да? Где теряется? Да, да, где теряется. Может, его и не было? Может, как это была ошибка? В чем ошибка? И распространенная ошибка сегодня в мире, я скажу в целом, в целом мире, ошибка в том, что мы перепутали с вами любовь с вожделением. Это разные вещи. Вообще, говорится, древними мудрецами. 40 миль друг от друга одно от друга, вообще в разных направлениях. Вот если мы как цивилизацию построим? В сторону любви или в сторону вожделения, удовлетворения своих собственных чувств. Если брак создается, я для себя создаю, для своих удобств и своего счастья. Я не слишком заботюсь о развитии близких людей. Это ложная любовь. Это эгоизм называется. Любовь бескорыстная. Любовь, она больше заботится о других, чем о себе. Это сама отдача. Поэтому начинается с того, что мы должны заняться благими делами, добрыми делами. Сначала увеличить доброту, вот в целом, в обществе. Я вам скажу по секрету. Раз уж такая тема зашла. Если в нашем обществе, например, в российском обществе, если мы увеличим в целом нашу добродетель на 2-3%, вы не узнаете мир. А как вы видите этот мир? Какой он будет? Будет больше доверия любви. Мы перестанем понимать вот эти вещи чужой, свой. Будем ближе друг к другу всех. Будет больше доверия любви. 2-3% просто трудно будет узнать, что будет происходить в мире. А для этого нужно просто в школах давать эти вещи, понимание, в институтах. То есть нет сейчас таких образовательных учреждений, где бы учили счастью и добродетели. Вот было бы здорово, если бы был такой предмет в школе. Да, да, да. Вот надо вводить такие предметы. Вот мы для этого и выступаем. Подходим, ездим, говорим. Александр Хакимов является членом общественного объединения «Разум.Лайф». Его цель – внести вклад в сохранение общечеловеческих духовных ценностей. Кроме того, объединение помогает укрепить институт семьи и повысить качество жизни с помощью инновационных и традиционных образовательных технологий. Среди проектов объединения есть такие, как «Родительский университет», «Школа «Разумная мама», «Академия мудрости» и «Молодежное движение «Разум Тинц». Правильно я понимаю, что вот к этому счастью, к пониманию вообще этого, ну достаточно абстрактного понятия, вы пришли через ведическую культуру. Да, да, через ведическую культуру. Давайте поговорим об этом. Как вы вообще с ней познакомились? В советское время, знаете, были издания, причем мгновенно они расходились в магазинах, «Махабхараты» это было, вот, академический перевод Кальянова, Смирнов тоже что-то переводил. Вот Кальянов меня заинтересовал, это был академический перевод с санскрита, «Махабхараты», какие-то там тома, целый раздел были. Я был поражен просто, там столько мудрости, там столько знаний. И все это настолько, как, ну, выглядит научно, философски, обоснованно, понимаете? Я не мог себе представить, что, ну, духовная сфера может быть научной. Ну, я думал, ну, какая-то идея может быть просто, но у всех свои идеи, то есть это вопрос относительный, субъективный. Оказывается, нет, есть объективные вещи абсолютные, которые абсолютно каждому нужны. Я это понял с «Махабхараты». Например, любовь всем нужна, оказывается, каждому же ему существует любви, весь возраст покорный Пушкин это подтверждал тоже, видите? Чистота всем нужна, чистый воздух нужен, грязный не нужен, чистая вода нужна, чистые браки нужны, священные, чистая любовь нужна, все чисто должно быть. То есть абсолют – это чистота, то есть путь к пониманию абсолюта через чистоту мыслей, слова, поступков и любви. Скажите, а в какой момент вы поняли, что вы уже готовы стать проповедником? Я так понимаю, вы изучали эту культуру, но когда наступил тот самый миг? Я не понял этого, я до сих пор не понял этого. Это как произошло, естественно, что ли? Это вот как мы с вами разговариваем, да, и как мы превращаемся в проповедников? Просто беседуем, просто общаемся с людьми, читаем книги, обсуждаем эти книги. Затем практика йоги тоже связала нас через йогу, можно понимать более тонкие вещи. А как ваши лекции, ваши проповеди, если можно так сказать, помогают людям? Есть ли реальные истории этой помощи? Много, много историй таких. Расскажите. Ко мне часто приходят люди просто сказать спасибо. Ну, сейчас уже есть известность у меня, долгие годы я путешествую по России, меня знают через интернет многие люди. Иногда узнают прямо в городе где-нибудь. В магазине, на улице. А долгие годы, это больше 30 лет? Да, больше 30 лет примерно путешествую. Начиная еще с постсоветских времен, когда общество было воинствующее атеисте, было сложно. Интересно и сложно. Многие люди говорят, что это помогло им сохранить семью. Очень много таких отзывов, когда мы обсуждаем, потому что мы часто касаемся семейных отношений, вот этого счастья с близкими людьми, о священности брака, о том, что же такое мужчина, муж. И женщина, жена, что это такое, нужно знать. Мы же не знаем многое об этом. Потеряли знания. Когда мы раскрываем эти темы, оказывается, это очень-очень многим людям помогает потом установить уже, ну, прочные, более прочные отношения в семье, наладить мир, все, порядки. Таких отзывов много. Сохранить брак. А, например, в бизнесе как-то это может помочь, вот познание себя? В бизнесе главное, главное быть полезным обществу. Не просто быть жадным накопителем. Уже это каждый понимает, кто имеет большие деньги, что это счастье не приносит. Куча денег, и потом непонятно, что с вашими детьми, если не оставите им пример, пример служения обществу, пример какой-то, ну, великого человека, пример жадного человека. Оставите, что он будет жадным такой же, он будет просто принимать наркотики, жить с удовольствием, будет разлагаться от этих денег человек. Так написано, что если деньги заработаны неправедным путем, в Махабхарате написано, если неправедным путем заработаны деньги при помощи жадности, тогда ваши потомки это все растранжирят, это не принесет пользу вашим потомкам. То есть такое богатство, ну, способствует растлению личности, то есть деньги, они опасны в этом смысле слова. А могут быть полезны. Вот за этим должен следить каждый бизнесмен. Как они могут быть полезны? То есть, когда они, я не знаю, вкладываются в благое дело, в таком ключе? Да, да, да. Первое, первое, это благотворительность. Вот, ну, любая форма, которую, ну, я лично понимаю для себя сейчас, уже можно начинать. Вот мой разум же есть какой-то, я, может быть, всего не понимаю, но я же понимаю, что вот есть люди, которым нужна помощь какая-то, да, они страдают. У меня же есть сострадание какое-то или нет, как у человека. Должно быть. Вот, вот, вот. Вот это развивать нужно, нужно как-то помогать. И в любой, на самом деле, религии там какие-то проценты отделяются же, да, то есть, понятно, это как святой долг считается. Не налог, а святой долг, как бы человеческий долг, да, заботиться о других. А затем, по мере вот этого роста благотворительности, когда очищается уже рассудок у человека через эти отношения, он больше понимает. Он понимает, что такое высшая благотворительность. Вот к чему он придет таким путем. Высшая благотворительность. Что вы имеете в виду? Высшая благотворительность способствовать в обществе развитию духовных знаний. Это высшая благотворительность. Вот в эту сторону все идет. Потому что, ну, как, если мы дадим нищему деньги, хорошо, но сколько мы дадим? Много денег он не освоит нищий. Он потерял разум, потерял энтузиазм, потерял здоровье, да, мы просто дадим ему поесть, может быть, один-два дня. Потом он снова нищим остается. Но если мы дадим ему разум, духовные знания, он уйдет из этого положения сам. Поется энтузиазм, энергия, знания, то есть разум, возродить разум человеческий. Это высшая благотворительность. Поэтому образование поддерживают, культуру, искусство. Это Дягилев, это русский балет, Третьяков, это передвижники искусства, понимаете, это же все делалось меценатами и поддерживалось. Это же была добрая воля, да, они понимали ценности эти, они хотели, чтобы эти ценности были для всех, всех людей, они заботились об этом. И мы теми напомним, этих людей. На ваш взгляд, в чем сейчас причина разводов? Неотрегулированная семейная жизнь и нет традиций, мы утратили преемственность обычно, родители участвовали в этом. Там сегодня девушка ищет себя на улице женихали в ночных клубах, сама. Ну, понимаете, что это такое? Девушка – это очень тонкое существо, она доверчивая, она может поверить чувствам, а мужчина вспыхнул, может обмануть ее невольно. И так получается, много обмана, много иллюзий. О, этот человек любит меня. На самом деле любит, надо проверить. Три вещи. Проверяется сила перед браком, способность работать и здоровье, и сила. Второе – проверяется знание, насколько человек наделен знаниями, чтобы жить вместе, вообще о жизни. И третье – это любовь. Три фактора должны провериться, прежде чем войти в семейную жизнь. А так, если есть любовь, но она в невежестве, знаний нет. Зачем мы вместе? Для какой цели мы вместе? Они, может быть, и не знают об этом, они не знают друг друга еще толком. Уже Жениц говорит, а потом все будет нормально, мы же любим друг друга. Это затмевает от этого вожделения, тонкое вожделение затмевает все остальное. А потом выясняется, что человек не способен ни работать толком, не знает, кто он, не знаний нет у него о жизни никаких, бессмысленно живет. И любовь, не поддерживаясь этими энергиями, угасает. И все, от любви до ненависти один шаг начинает ругаться, ненавидеть друг друга. Это нижняя чакра. Если поднять выше, то можно дойти до состояния деловых отношений и гармонии. Гармония еще выше. Гармония означает, что мы начинаем дружить, дополнять друг друга. Нам интересно, мы творить начинаем что-то вместе. Уже крепче браки будут. Еще выше философская чакра, где мы начнем понимать смыслы. То есть мы уже начинаем к мудрости приближаться. Такая роль очень высокая в обществе. И самая высшая роль, когда они как два духовных учителя. Это основоположники династии, такие отец и мать. Такая династия не разрушается многие-многие поколения. Как стена. Да. Вот когда они достигают уже седьмого уровня. А внизу все распадается. Или если не распадается, то просто мы страдаем. Живем вместе и страдаем. Александр, вы написали около десятка книг. Вы успешный писатель. И за произведение «Иллюзия и реальность. Эволюция сознания и эволюция красоты» вы получили гран-при премию за доброту в искусстве на Всероссийском конкурсе на благо мира. Расскажите, о чем ваши книги и в чем секрет их популярности. Потому что, насколько я знаю, они популярны не только в нашей стране, но и за рубежом. Если мы скажем слово «абсолютная истина», ну просто будем пользоваться этим словом, не раскрывая его. Это так же, как человек смотрит на игру в шахматы, не понимая законов игры. Он уснет, ему скучно. Но если мы раскроем все эти вот ходы, значения этих ходов, правила игры, он часами не может оторваться, оказывается. Моя задача была раскрыть вот эти слова, которые мы уже используем как обозначение. Душа, Бог, болит душа, там, что посеешь, что пожнешь, что в обиходе есть все. Абсолютно и истинно часто говорят, но они не раскрыты и не пробуждают интереса. Мы просто как обозначение им пользуемся. А моя задача была раскрыть доступным языком, ну на основе своего опыта реализации уже, конечно же, философской и духовной практики, раскрыть понятным языком и дать почувствовать читателю, насколько возможно, да, вот эти вещи. И тогда получается, как пушечный выстрел в жизни. Оказывается, это потрясающе. Если на самом деле все это так, то это то, что нам нужно на самом деле. Вот это я от людей слышал, когда общался с ними и стал потом по этому писать. Меня попросил мой друг. Я не собирался писать книги, потому что в школе у меня по сочинению были низкие оценки очень. Я плохо писал. Одно сочинение написал на свободную тему, помню, за всю школу. Оно получило первое место на конкурсе. Все, короткое было сочинение, все, весь мой успех был. Поэтому я не думал, что я писатель, никогда не думал об этом. Я и сейчас не думаю, что я писатель, просто я не литературный человек, не поэтический, но что-то я могу выразить логично, может быть, раскрыть какие-то темы, да. Это, мне кажется, это удается. Вот, и я стал писать на эти темы, чтобы дать почувствовать людям вот эти вот вещи, которые были недосягаемы и недоступны для нашего восприятия. Душа – это вещь, непонятная никому. Ну, абстрактно, что-то есть, что-то. А что такое душа? Вот спросите кого-то, что такое? Я спрашиваю людей, хотите совершенства достичь? Все говорят, да. А что такое совершенство? Никто не может объяснить. Иди туда, не знаю куда вообще. Вот мы живем в этой мире, и нас охватывает просто вожделение, жадность, деньги, конкуренция, кто как живет, наблюдаем, пытаемся не отставать. Из этого, поэтому мы деревни побросали, в города поехали. Думали, вот там в конкуренции. И тут все гибнут люди. Чаще всего. Чаще всего. И жизнь должна быть, собственно, простого человека, а мышление очень высокое. Вот поэтому нужно дать вот этот импульс и вернуться к нормальной жизни человеческой. Потому что ценности – все счастье внутри человека. Его не найти вот нигде больше, в внешнем мире, такого счастья. И вот книги для этого были предназначены. И для этого нужно было последовательно. Друг мне сказал, напиши, пожалуйста, простым языком. Люди не понимают, скажем, читают Бхагавадгиту, Махабхара, то есть у него распространение. Мало кто-то же читает эти книги, да? Не говорят о том, чтобы понимать. Напиши, скажем, просто вот, ну, о карме. Это первая была моя книга. Тогда это была революция еще, когда я стал ее писать. Люди боялись этого слова некоторые. Сегодня уже все знают это слово «карма», даже в школах. А до этого даже востоковеды-ученые у нас спрашивали о значении этого слова. Они много понятий там, оказывается, не знали точно, как объяснить слово «карма». Даже востоковеды, санскридологи российские в Петербурге нас приглашали в консткамеру с этим вопросом. Потому что мы уже практиковали, изучали философию на практике. Поэтому нас и спрашивали. Книга «Карма» до сих пор популярна в общем смысле слова, да, читаемая книга, потому что там она, ну, дает понимание законов бытия, в которых мы живем, законов деятельности. Оказывается, все, что я делаю, имеет последствия для меня. Не дармой говорят, да, не руй яму другому, сам же ты в эту яму попадаешь, что посеешь, что пожнешь. Это закон, оказывается, непреложный закон. Нужно было мне его подробно объяснить, как это вот работает в жизни, и какие виды кармы есть, какие виды последствий, почему все вот люди по-разному живут разные судьбы, судьба – это тоже карма. И работа кармы, и судьба кармы, они связаны. Вот первая книга «Вышла карма». И это, получается, ваше наблюдение и опыт общения с другими людьми, и вы приносили это все в ваши книги. Да, ну, сначала прочитал ты из ведических книг, конечно же, вот все, принцип этот. Потом через практику я стал уже видеть какие-то моменты, как это работает. Карма действует на самом деле. Где она находится, эта карма вообще? Как время, где она находится, в часах, или где она находится? Вот где находится время? Надо почувствовать это. Через духовную практику, через йогу это делается. Тогда можно это ощутить и как бы понимать эти вещи. Йога означает, мы можем видеть непосредственно, чувствовать непосредственно, не просто верить, а воспринимать. Это йога означает. Восприятие. А вера я не воспринимаю, но могу верить в это. Это несколько религиозный оттенок. А йога – это такая научная дисциплина. То есть ты должен почувствовать, должен увидеть, должен потрогать это все. Это йога. И вот через эту йогу я пытаюсь писать. Это тоже йога. Что дать почувствовать то, что я чувствую, как я это вижу в быту, в жизни. Показать это за таким. Это была первая книга. Потом отсюда уже пошла, конечно же, кармы было недостаточно. Если мы говорим о карме, вопрос возникает неозрешимый. Что если я живу один раз, жизнь заканчивается. Что там дальше? Да, что дальше? Потому что я же что-то делал, но я же умер, все закончится, а как же карма? Нет, карма остается. Жизнь продолжается через реинкарнацию. Карма, реинкарнация, нужно было вместе объяснить. Это вторая была книга, реинкарнация. Описал, как она протекает прямо каждую секунду. То есть что это вообще такое означает? Смена тела каждую секунду происходит у человека через обмен веществ. Оказывается, поток идет. Триллионы операций в секунду в теле сейчас происходят. То есть обмен веществ. Принимаю, выделяю, принимаю, выделяю. То есть тело – поток. В этом потоке есть неизменное я, находится наблюдатель я. Я тот же самый. Если я взял, посмотрю, у меня 65. А я-то тот же самый. Я же помню, мне было 16 лет. Тело-то было другое, тело другое. Я вижу, вот она реинкарнация, видите? Тело-то изменилось, видите? Опыт изменился. А наблюдатель тот же самый остался. Это в той книге мы описывали. Потом, когда уже писали эти вещи, ну и при этом я, конечно, путешествовал по городам. Эти книги приставил людям на лекциях. Конечно, это все с интересом. Люди покупали. И затем уже мы стали писать на темы более глубокие философские. Последняя книга была «Дужа о душе» как таковой, как о личности. В ней она больше всего ближе к сердцу, конечно, последняя книга. Иллюзия реальность, она очень полезна была. Мать, когда была живая, еще прочитала эту книгу и сказала, что, ну, хорошая книга. Говорю, почему? Не потому, что ты писатель, ты пишешь просто, а потому, что там все как есть на самом деле. То есть ты показываешь, где вот эта иллюзия, а где реальность в этой книге. Это на основании Бхагавадгиты было написано. Но это трудно описать. Уровень Бхагавадгиты – это же песня Бога, это же недосягаемая вещь для нас. Но мы стараемся как-то вот учиться оттуда, у Бога, как говорится, учиться. И то, что мы понимаем, нужно сразу передавать такой закон. Нельзя при себе держать эти хорошие вещи. Мне кажется, это еще один секрет успеха. Можно об этом говорить? Да. А мне хочется раскрыть еще одну вашу грань. В 70-х годах, насколько я знаю, вы закончили художественное училище. Но первая ваша выставка, она была в Алма-Ате несколько лет назад. Вы представили более 50 работ. Это не было в центре моей жизни искусство, когда я уже стал изучать духовные науки. Я стал как-то проповедовать, так сказать, писать книги. Это была очень большая нагрузка путешествия, очень много. По полгода путешествия за границей, там, ну, то есть такая жизнь была. И, конечно, как тут найти время сесть за Мольберт? Это же сколько времени нужно картину написать, например. Одну картину я писал 30 лет. Потому что приезжал, уезжал, приезжал, уезжал. Вот, ну, я про нее забыл уже, мне ее просто снова прислали. Я потом доделывал ее. Я занимался творчеством, когда болел или отдыхал. Вот тогда я брал кисть в руки. Вот, и изображал то, что я, как я видел, красоту. Знаете, красота, когда она входит, когда поток этот входит в чувство и разум, его трудно остановить. Куда ни посмотрите, везде все красиво. Хватаешься за кисти сразу. Вот буквально такая одержимость какая-то начинается. Это у меня с детства. Бывает, мать мне в час ночи заходит в комнату. Ты чего не спишь? Я говорю, не мешай, я рисую. Ну, вот какая-то одержимость была. А что рисуешь? Помидор. Ну, вот красивый помидор. Все, я ночью просыпаюсь, чтобы тебе надо нарисовать. Это у меня с детства была страсть с краском такая, не знаю, с прошлой жизнью. Жена мне тоже художника. Вот в чем дело. Мы много вместе работали. Она потрясающий график. График она превосходит меня намного. Дочь тоже оказалась с таким же уклоном. Мы всей семьей, в общем, время проводили, изображали для книг, иллюстрации она сделала моя жена. Дочь стихи писала потрясающие. Я думаю, что одни из самых лучших стихов в жизни, кто читал, это моя дочь пишет. То есть семья такая творческая очень даже. Поэтому у меня была поддержка, всегда были ценители. Мне не нужна была даже выставка, потому что в семье было все самодостаточно. А вот уже ученики, когда увидели, сказали, будет выставка, они это сделают. И это мне было в то время. Они сами решили это все выставить. Говорят, ну, делайте, если хотите, делайте так. Так, и книгу мы издали о красоте. Иллюзия красоты. Иллюзия красоты, иллюзия красоты, да. Для меня это тоже как бы был ценный труд. Для меня, как для личности, был ценный труд. Потому что красота, наверное, это главное. В жизни, ради чего мы живем, вот эта высшая красота, абсолюта, она невероятна. Вот достичь бы вот этого уровня, как древние китайцы говорили, что если человек не чувствует красоту, ему нельзя давать образование высокой. Он сначала должен научиться вот эту красоту, гармонию мира. Поэтому они эти иероглифы изображали, там у них очень красивое, тонкое искусство. Это первый урок, который получал человек. Чувство красоты. И затем им уже давали какие-то науки, образование. То есть он не чувствует красоты, что он хорошего сделает вообще. А давайте немного поговорим о вашей семье. Как вы успеваете уделять время своим близким и совмещать все это с путешествиями, с вашими лекциями, которые проходят по всей стране? И за ее пределами, кстати, тоже. Я не успеваю. Вот я же здесь сейчас сидя дома. Я не успеваю, видите, они там, я здесь. Но когда мы встречаемся, я думаю, что эти встречи, они настолько глубокие могут быть, что окупают вот эти наши недостатки времени, что приходится разлучаться. При встрече мы очень много чувств испытываем, очень много любви испытываем на расстоянии. Она, наверное, только углубляется, эти отношения углубляются на расстоянии. У них никогда не было чувства, что я их бросаю. У меня тоже никогда не было чувства, что мы как-то вот забываем друг друга, разрываемся. Я думаю, наоборот, что моя семья меня всегда вдохновляла делать то, что я делаю. Мы с женой и с дочерью жили долгие годы в нищете. У нас не было ничего. Не было. И никогда не было ни одного упрека со стороны моей семьи для меня, что я искал вот свою цель, я пытался что-то в жизни понять, сделать. На это ушло тоже немало времени. Не было у нас ничего. Ничего не было. Дочь писала стихи такие маленькие. Чего у нас не было? Я потом прочитал. Не было телевизора, не было кровати даже. Спали на полу. Мы жили в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге долгое время. Я работал в пожарной охране, чтобы поддерживаться с ней, старался. А потом посидел эту работу, потому что увлекся йогой. Меня уволили за йогу. Ну что, хотите, в советское время за вегетарианство можно было в тюрьму попасть вообще. Вред здоровью считалась статья была в те времена. Поэтому мы вот с кочки на кочку жили в подвалах, где угодно, дворниками работали. Но поскольку вот эти знания, они увлекли нас, мы не чувствовали, что нам чего-то не хватает. Было много творчества, много было веры, что это будет полезно, что когда-то мы все равно вот сделаем, выполним свой как-то вот высший долг. Такое чувство было. Потому что в семье было, вот это было понимание внутреннее. Я понимаю, что у меня вот эта семья, духовная моя семья, она меня, собственно, держала все это время в таком тонусе, что я не чувствовал никаких проблем. Вообще никаких, никто не чувствовал. Мы были счастливы очень. А сейчас, конечно, ситуация изменилась. Я пишу книги, у меня есть известность там и так далее. У нас есть там центры, мы строим духовные по всему миру. То есть мы уже там вот в таком масштабе действуем. А сначала мы не думали ни о чем-то. Скажите, сейчас вы можете назвать себя успешным человеком? Или вы успешным были и тогда, вот в тот период, про который вы рассказывали? Пока же экзамен. Экзамен – это смерть. Успешный, не успешный – на экзамене определяется. У меня еще немножко времени есть на экзамене. Ну и в завершении нашего разговора, какой самый главный совет вы бы хотели дать нашим телезрителям? Главный совет будет касаться главной проблемы сегодняшней нашей. Главная проблема сегодняшнего мира, что мы с вами перестали вместе изучать и обсуждать священные писания. Кто бы ни были, ученые или инженеры, учителя, врачи, администраторы, юристы. Так много у нас ценностей в жизни есть. Без освящения нашей профессии, нашей семьи, это все потеряет смысл для нас. Мы не обретем счастья таким путем. Давайте добавим святость в нашу жизнь. Из книг. Да, как жили пророки, как жили великие святые, о чем говорится в Бхагово-Адгите, о чем говорится в других священных писаниях. Выбирайте, что скажет ваше сердце. Это не навязывается. Вы выбирайте сами. Читайте, выбирайте. Обсуждайте в семье. Это традиции древние. Мы потеряли ее. Отсюда и начинаются наши высокие взаимоотношения. Наши чакры повышаются. Вот тут мы начинаем видеть друг друга уже по-другому. Когда обсуждаем более высокие темы, общаемся, обсуждайте, пожалуйста, священное писание. Вы увидите, как жизнь резко изменится внутреннее. Спасибо вам большое.